Да, я на видеороликах видел, это учитель, учитель ваш, да? Да, он, арт, он составляет музыку, и мои стихи, где-то, наверное, стихотворение 80, положил на музыку и поет, это он поет. А, я слышал некоторые песни, да, хорошо. А это Володя подошел, вот он снимает, подожди, 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 зайди с этой стороны, чтобы видно было. Ну, видно. А нет, сегодня, температура сегодня у нас сразу пала ниже, это, выше нуля. И везде потекло, и надо от дома откинуть снег, они сейчас ходили, снег откидывали. От храма и от дома. Так у вас сейчас там морозов нету? Вот с сегодняшнего дня нету, с сегодняшнего дня, первый день. Плюс 8, наверное, было. Плюс 8 было, а вчера только все еще минусовая была. Батюшка, пожалуйста. Ничего себе, такие резкие перепады сейчас начинаются, значит. Так, Женя, вопросы? Ага, так, ну вот, значит, с этим все понятно, спасибо, Игнатий Тихонович. Еще вот, я насчет книг вам там написал ВКонтакте, вы ответили немножко. Я вам писал, книги вот 38 томов и три книги Нового Завета, они входят туда в 38 томов? Да, в 38 книг все входят. Вы мне давайте сейчас адрес со всеми данными, и я вам вышлю. А я адрес написал, еще сейчас так сказать, что ли, да? Вы мне ее в Мейл.ру или где-то там напишите индекс, все точно, что было. ВКонтакте я написал, но я там написал, что... ВКонтакте, там работают другие, перекидывают, там может застрять. Я ВКонтакте не бываю. Работают модераторы, и они меня оттуда перекидывают. В Мейл.ру зайдите, Мейл.ру, знаете? Да, да. И, Игнатий Лапкин, зарядитесь, себе страничку сделайте, фотографию поставьте. И на меня тогда мы будем переговариваться, попросите, друзья. Ладно. Все, и я вам на той неделе все книги вышлю. А будет, когда деньги постепенно накопите, книги кончаются, вы правильно сказали. Вот, да, 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 я вот обеспокоен. Какой тут экземпляр? Все, тысяча экземпляров. Тысяча экземпляров. А у меня только за два года, так, 200... 360 экземпляров я только библиотекам подарил. За два года. Что спрашиваешь? И вот у меня такое желание просто обрести ваши книги, но пока финансы не позволяют. И вы хоть оставьте для меня вот, ну как так? Я могу только послать, оставить никак. Я прямо сразу к вам запечатаю. Это две коробки и два пакета. Вы цену все знаете. Я вам показывал. Да, да, да. Цену и за переправку. Пересылка сколько стоит? Ну там может быть тысячи и полторы две. Это ничего не значит. Вот так. Вы потому что в России находитесь. Дорого в Украину, в Беларуси. Очень дорого. Там прям такие цены ужасные. Посылать. Так, договорились. Вы на меня выходите. Прям сегодня же постарайтесь зайти. Я уже, я не я отправляю, отправляет старшая сестра. И мы уже отберем. Завтра уже наложим. И может быть завтра уже увезут. И вы на этой неделе на следующей уже будете книги иметь в руках. Хорошо. Спасибо Господи. Спасибо. Потому что я вижу, что вы ревнуете. Вы желаете. Вы только не отрицайте, что я вам говорю сразу. И каждый раз, когда хотите что-то узнать, старайтесь ближе держаться к священнику. Просите его благословения. Одним никуда не ходите. Никаким эритикам. Потому что душа ваша уже была в этом капкане. Вам легко попасть сюда. Сатана будет тянуть и тянуть. Ясно, ясно. Хорошо. Понял это все. У меня опыт 51 год. 51 год. Занимаюсь миссионерской работой. И я один никуда не хожу. Как правило, это несколько человек. И остальные сидят и молятся. Все. Вот еще. Вы хорошо вот это. Тогда сказали, как вы проводите по дворам, по домам. Да. В каждый дом заходите на 2 минуты. Да. Потом дальше, дальше. Чтобы как можно больше людей охватить. Потом собираем на стадион или в клуб. Договаримся заранее с администрацией. В 3 часа собираемся. Во-первых, мы оставили Евангелие. Мы раздали больше 30 тысяч евангелий. Это мы сами достаем. Ну, а кто приходит, тем дарим Новые Заветы. И в каждой библиотеке. Ну, я просто автор. Я дарю книги, все свои книги. В каждой. Оставляю на 75 евро или 20 тысяч 100 рублей. В каждом селе, где мы бываем, районное село. В каждом городе. Ну, а такая, как Москва. Это Ленина библиотека имеет мои книги. Дальше историческая библиотека и парламентская. Парламентская. Вот в Киеве национальная и парламентская. В Харькове. В прошлом году мы много поездили по Украине. Мы обошли весь Крым, Севастополь, Симферополь. И когда сейчас что-то говорят, у меня перед глазами это все. А нынешнее, если будет путешествие, самое длительное, самое продолжительное по времени, по расстоянию и по стоимости. Это очень дорого. Я примерно, прикину так, примерно нам нужно 800 тысяч. Потому что евро. И Господь как-то сделает. Ничего не имея, мы обладаем всем, Павел говорит. Я в это верю. Сейчас там нашлись люди, которые прорабатывают приглашение. Мы получили из Германии уже, страховка Германия заплатила за нас. Теперь из Англии. Она в шенгенскую зону не входит. И все будет как надо. И тогда мы эти материалы выстоим. Встреча с людьми, а нам еще там долго-то. Мы остановимся на день только в Германию. Помыться там наши родные живут. У меня племянница там. Ну и может быть еще где-то. А так мы летим. Мы за месяц должны обойти все, что намечено. И выскочить в Россию. Ну а дальше опять, если у нас будет ставка в Смоленской области или в Калужской. Опять приезжаем. Помылись. Опять целый день мы только закладываем. Это надо 25 экземпляров по 38 книг. И дальше уходим на север. Мурманск, Санкт-Петербург туда. Задача большая, но как Бог. Сегодня меня так, без моего желания. Увезли в Краевую больницу, поликлинику. Обследовали меня на уши. Я три недели как ухо потерял слышать. У меня грипп или что-то было и сильно повлияло. Я на одно ухо слышал хорошо. И глаза проверили. Я эти фотографии выставлю потом. И там тоже пришлось. Везде визитки даем наши. Так, вопросы? Ясно. С этим все ясно. Ну все вроде бы так. Дай Бог помощи вам в поездке. Вы когда отправляетесь? 27-го мы должны выехать отсюда. 5-го июня мы должны пересечь шенгенскую зону в Греции. Майя, 27-го мая. 27-го мы отсюда выезжаем, мая. А 5-го мая мы должны шенгенскую зону пересечь. Из Греции мы переплываем море с машиной. И сразу в Италию. У меня есть желание попасть к тому и другому папе. Франциску и Венедикту подарить книги. Конечно не все, а Новый Завет для Слова Божия не тостом и симфонию. Это там можно пройти. Параниктует самый большой горный дом в Европе Монако. Ну а дальше понятно Италия. Мы уходим во Францию. Дальше Испания, Португалия. А когда вернемся рядом с Францией в Англию, вернемся до весь центр. Все эти сюрихи, всю эту мелочевку внутри Люксембурга. Это все подберем. И сразу уходим через Польшу на север Дании. А через Данию проходим дальше Скандинавия. Четыре государства. Ну а потом Финский Зарив переплывать и Прибалтика. Три государства. И опять по ним. Мы не хотим в Беларусь все больше заходить. А прям поднимемся по ним по республикам и сразу вывалиться в Россию. Если Господь благословит. Планы большие, но мы верим во всемогущество нашего Бога. Мы ничего себе не выиграем. У нас нету средств. Объявили везде сбор. Кто-то дает, кто-то не дает, кто-то ругает. Меня это тоже не касается. Мой Бог богатый, Он даст. Я всегда начинаю, когда делать, у меня ничего нету. Я прошу Бога, и как с неба Бог дает. И сдать одному в одном числе 38 книг. Вы понимаете, что это? Это вещь нереальная. Это нигде этого не было. Это нельзя. Тем более это все входит в 8 лет. Неполных 9 лет. Я же сам набор делал. Большую часть. Версткой занимался сам. Да еще кое-деи, что в фотошопе работал. А знаний-то никаких по этому делу. Но у меня 4 программиста, они меня на руках несут. Сами компьютер покупают. За меня кто-то платит. У меня минимальная пенсия. Мне не давали работать. Не давали. Я сторожем, где Бог. И ничего, живой. Да, дай Бог вам помощи в поездке в этой, чтобы Бог помогал. Тоже молиться буду за вас. И такое большое дело делайте. Спасибо вам. Большой поклон. Всем и вашей команде. Всей общине. В общем. Так, с нами едет собака. Молодцы. Собака с нами едет. Собака. А я вот тоже на роликах видел. Видите, восточноевропейская общарка. Когда она поехала в прошлом году, она завоевала звание чемпиона Сибири. А когда вернулись, она стала чемпионом России. Чемпионом России. Получила золотую медаль. О. Угу. Вам не видно, наверное. Видно, да, да. Хорошо видно. Угу. Видите как? Да. Эта собака дает нам спокойно спать. Да. Никто не подойдет. Я не знаю там, видать ли. Хорошо. Все видно, да? Да. Игнатий Тихонович. Даже можно прочитать, да? Угу. Вот. Мы молимся, и Господь нас благословляет. Своего мы ничего не ищем. Ничего нет. И нам благодарит мир, любовь. Вот Вектор, он снимает. Он оператор будет. Где еще там дальше поднести? Это все он. У меня переводчики. Я плохо слышу. Сегодня как раз обследовали меня там и кости там. Все. Как лучше резонировать правильно звук должен, чтобы не заглушать. И видимо, все-таки аппарат мне дадут. Я против аппарата. На момент, когда я вопросы-ответы отвечаю, надо слышать. Я попробовал сегодня. Ну, можно слышать. Угу. А, вот еще, Игнатий Тихонович, хотел спросить. У вас какое время сейчас? Сколько время-то? У нас сейчас в данный момент, вот сейчас, 8 часов 25 минут вечера. Запишите. 8 часов 25 вечера, да? Вот на 1 час откидывайте раньше, в это время можете уже звонить. А у нас 19-25. Ну, вот себе подсчитывайте. Это 7 часов 25. Разница на час получается? Ну, получается, значит, так. У нас 7 вечера, у вас 8. Мы сейчас говорим, допустим, мы разговариваем сейчас. Вот на час раньше и берите. Это как раз будет? Так, сейчас 8 часов? Да. Да. 20-25, да. С 8, да, можно маленько чуть пораньше. По нашему полвосьмого будет. Хорошо вот в такое время выходить, да? Да. Вот как вы зашли сегодня. Видите, вы сразу увидели батюшку, увидели Виктора. Видите, у вас как кругозор расширяется. Я вам говорю, как православный человек, ничего симпатичнее, ничего нет полнее православия, то, которое должно быть. А его нет того. Православие – это самоотдача, это целомудрие, это любовь. А не так, что сегодня преследуют друг друга, там давят, доносят. Это совершенно никакого отношения не имеет к православию. Но учение было и остается одно. Это толкование святых отцов. Каноны вселенских соборов и повестных. И вот этим надо держаться. И всегда радуйтесь. Все. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Слава Христу. Всем большой поклон, большой привет. Только благ всех вам. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Все. Господь познакомил нас. Слава Христу. Я так доволен. Хороших людей Бог выводит. И вот они имеют помощь от нашего Ютуба, от форума, от сайта. О которой ничего не имеют. Вот он там что-то говорит против. Ну, еще он говорит. Он поговорил. На нас это никак не влияет. Вот живой свидетель. Вторая встреча. Ты сегодня увидел первую запись. И теперь ты видишь вот вторую. Ну, Володя опоздал. Я не знаю, где она у нас. Еще до этого-то не записалось, видать. Нет. Нет. Много было. Надо было мне вот это. Он говорил мне. Я не нажал. Не нажал. Большая. Около часа было.